Много лет уже, Владимир Дмитриевич, существует традиция, что последний эфир в уходящем году программы «Добрый вечер» это эфир с действующим городским головой Владимира Дмитриевичаевской. Я вам признателен за это, что такие традиции есть. Не будем нарушать эту традицию. С наступающим Новым годом. С наступающим. И чем запомнился этот год? Я думаю, если в государственном масштабе, мы гордимся тем, что в Украине прошли Евро-2012, однозначно. Второе, я думаю, не менее события политического плана, это выборы Верховной Рады Украины. И хочу вам сказать, что наша община и органы местного самоуправления как раз показали свою и состоятельность, и зрелость. Потому что все вопросы, которые касались законодательной базы, мы выполнили, обеспечили спокойные выборы, спокойный выборный процесс. И могу вам сказать, что встреча с теми иностранными наблюдателями, которые были, они показали, что город открыт. Мы провели их достойно, и нареканий с этой стороны у нас не было. Кроме всего, вы знаете, я все-таки почему-то ждал большей активности в этот раз на выборы Верховной Рады, нежели это случилось. Мне трудно сказать, большого анализа я не делал, но вероятнее всего, как бы уже наши избиратели предполагали уже о том, что выборы пройдут вот таким вот образом. И здесь превалирует партия регионов, и депутаты от партии регионов. Я думаю, что этот вот такой накал, наверное, он и не случился в городе Николаеве, что случилось в других регионах и государстве, в том числе и у нас. И следующее, я думаю, что вот для меня один такой нюанс, вот то, что стабильно мы выплачивали заработную плату, у нас не было срывов, учитывая то, что прекрасно отработал департамент финансов, наши основные распорядники КОСЧИВ, и мы выстроили линейку взаимоотношений таким образом, что Министерство финансов там, где нам необходимо было, давали краткосрочные, среднесрочные суды, потому что бюджет планируется на целый год, на все 12 месяцев, а выплата заработной платы была такова, что в отдельных моментах было необходимо выплатить заработную плату в средствах больше, нежели мы накапливали в этот период. А дальше погашение шло после того, как мы брали эти кредиты. Это тоже, думаю, что для города Николаев стабильность, и мы в этом бесспорно отрабатывали в соответствии с законом. И следующее, я думаю, что мы в прошлом году пережили нормальную зиму, хотя она была и мягкая, но тем не менее, все-таки жилищно-коммунальное хозяйство уже имеет достаточный опыт управления теми или другими направлениями в жилищно-коммунальном хозяйстве, где у нас бывают узкие места. И в этот раз, когда мы готовились в зиме, практически с мая, тоже была выстроена вся система управления, подготовка прошла достаточно уверенно, и тот запуск тепла, который у нас был, несмотря на то, что температуры были выше 8 градусов, однако тогда и правительство рекомендовало, чтобы мы наработали уже стабильность в нашем подаче тепла и всех остальных вопросах в жилищно-коммунальном хозяйстве, поэтому мы все это выполнили. Тем более, что государство тогда гарантировало, что если даже у нас будут какие-то затраты по энергоресурсам, компенсация по тарифам будет, и мы действительно в конце года получили 70 миллионов гривен, это разница в тарифах, та, которая должна была быть компенсирована. Поэтому у нас долгов перед нашими теплогенерирующими компаниями, ну, по крайней мере, минимальные. Мы занимаем достаточно уверенное место в государстве, и в отдельных моментах даже, знаете, страдаем, потому что как только где-то есть разрыв в платежах, государство принимает решение и компенсирует. А нам, к сожалению, компенсации такой нет, и все каждый раз говорят, и теплогенерирующие компании, жилищно-коммунальные, давайте будем накапливать. Но я знаю, накапливает это всегда опасность отключения, опасность таких, знаете, контрастов работы между теплогенерацией, коммунальными службами, жителями города. Поэтому мы не рискуем и не делаем тут эксперименты в данном направлении. Конец года, в принципе, оказался таким непростым для страны, в том числе в экономическом плане. Много было информации, что госказначейство не отдает местным громадам положенные деньги. Какая ситуация у Николаева в этом смысле? Вы знаете о том, что буквально неделю назад было принято решение Кабинета Министров, чтобы этот внутренний как бы долг все-таки возвратить. И 3 миллиарда гривен было направлено в казначейство. У нас, правда, зависло еще 24 миллиона. Это я могу назвать проблемы, связанные с приобретением троллейбусов, 5 троллейбусов. Это 5 мусоровозов, это пожарный, машина пожарная для высотных домов. И ряд вопросов, которые нужно было компенсировать, это и строительство нашего детского сада, реконструкция. Это ряд вопросов, связанных с социальными программами. Вот буквально вчера-позавчера из 35 миллионов, 10 миллионов нам возвратили на те или другие работы, которые были выполнены и с которыми мы сталкивались продолжать, не продолжать дальнейшие эти работы. Слава Богу, еще раз подчеркиваю, 10 миллионов возвратили. И вот 24, которые сегодня находятся на казначейских счетах. Знаю, что и сегодня, и завтра еще казначейство работает в полном объеме. У меня была встреча, телефонный разговор с Николаем Петровичем Кругловым. Он действительно имел разговор с премьером, с Минфином, для того, чтобы все-таки эти средства поступили тоже на счета в казначейство и области, и города. Ну, посмотрим, два дня еще здесь есть, тем более, что напряженная работа ведется в финансовых структурах, в том числе в нашем департаменте финансов. Я практически, даже бывая на встречах где-то, несут мне на подпись документы, потому что там уже идут в отдельных моментах время на минуты, потому что нужно пройти через ряд процедур государства, которые обозначают проводки этих средств. В ряде регионов Украины сейчас мы слышим такую ситуацию, что возникли проблемы с выплатой зарплаты бюджетникам, учителям и врачам. Что в Николаеве? Я могу сегодня, знаете, с большой ответственностью сказать, что мы отработали практически в этом году в нули. То есть у нас нет задолженности, но у нас переходящий остаток будет достаточно небольшой для того, чтобы запустить весь финансовый год в 2013 году. Но я надеюсь на то, что все-таки и президент Украины, и премьер, и уже голова Верховной Рады четко заявили, что в первом квартале бюджет все равно будет пересмотрен. С надеждой на то, что сегодня работают международные организации МВФ, Европейский инвестиционный банк. То есть ищутся пути для того, чтобы, во-первых, закрыть все вопросы, связанные с кредитом и долгами государства, и в то же время получить кредит доверия и кредит финансовый для государства, для того, чтобы мы дальше не попали в какой-то капкан такого, знаете, коллапса финансового. Я думаю, что эти пути будут найдены со стороны и властей высшего уровня, и Верховной Рады в том числе. В канун Нового года сессия Николаевского городского совета приняла бюджет города Николаева на 2013 год. Разные комментарии слышали по поводу государственного бюджета, бюджетов местных общин, киевский городоначальник в том числе говорит о том, что это не бюджет для такого города, как Киев. По Николаевскому бюджету такая прозвучала информация, что он аскетичный. Как ваши впечатления от бюджета, чего нам ждать в 2013 году? Вы знаете, вот на протяжении всех 12 лет, сколько я городской голова, не может удовлетворить бюджет городского голову депутатский корпус, когда те направления, которые мы хотим закрывать этим бюджетом, они не накрываются им. И поверьте, те обещания, которые мы даем нашим людям, они же ждут этих решений. Бесспорно, и этот бюджет действительно аскетичен. И нам пришлось сегодня еще и сократить часть нашего управления, имеется в виду управляющих наших систем в городе Николаеве. Ну что ж, для этого необходимо сегодня усилить работу по электронному городу, по обмену электронной формы, для того, чтобы уже люди высвобождались из системы бюджетного финансирования. Потому что это деньги, которые получает наша община за счет каждого нашего налогоплательщика, предприятий, организаций, в том числе и малого и среднего бизнеса. Бесспорно, их нужно экономить таким образом, чтобы направлять на те целевые программы, которые мы с вами для себя утвердили. Это и жилищно-коммунальное хозяйство, реформирование медицины, образование. Я думаю, что вот в таком свете инициатив президента, где президент обозначил и реформирование органов местного самоуправления, бесспорно, нам нужно к этому прислушаться и выйти на такие решения, которые не будут ущемлять и общины, и исполнительные органы власти, и в то же время давать возможность более такого широкого привлечения к управлению государством, в частности органов местного самоуправления населения, где можно силами общественности, может быть, делать те или другие программы, которые не финансово затратные, которые будут с привлечением инвестиций как частного капитала, так и капитала тех инвестиционных компаний, которые хотят прийти в город Николаев и зарабатывать, в том числе на городе, как на структуре управления, и в то же время самим вносить свои средства для развития нашего города. Жилищно-коммунальное хозяйство, как преодолевает зиму 2012-2013? Было такое достаточно наношение в шаговарии на теплосетях, был резонанс такой в масштабах страны. Абсолютно верно. Я хочу вам сказать, что все-таки это было как бы испытание боем, хотя в принципе жилищно-коммунальное хозяйство было готово. Практически мы сразу сориентировали, что нам необходимо сделать в первой части, в второй, в третьей. Мы практически, когда узнали об этом, то уже в такой связке, я понимаю прекрасно, что ТЭЦ где-то там что-то проморгало технологически и в инженерных сетях, но этот сбой был как человеческий фактор. И бесспорно это стало достоянием и президента, и премьера, и министерства назначайных ситуаций. Я могу сказать, что многие главы облдержадминистрации перезвонили в город и прямо спросили, нужна ли помощь сегодня и одесситы, и херсонцы, и кировоградцы. Это еще раз говорит о том, что ответственность структур власти, она не оставалась как бы вот отдельно. Вот у вас там что-то произошло. Вероятнее всего, вот тот пример, когда замерзал город Алчевск, он дал возможность вот хотя бы успокоить себя. Вы сегодня нуждаетесь или не нуждаетесь? Обратите внимание, прилетел и замминистра МЧС вместе со службами, служба от Министерства социального захиста. То есть все были готовы оказать помощь, если это было бы необходимо. Но я хочу вам сказать, что оценку нам дали достаточно высокую, потому что мы своими силами практически все реализовали. И кроме всего, я благодарен и Манченко Анатолию Рюрьевичу, что он сегодня взял на себя ответственность, в том числе компенсировать те убытки, которые понесли наши люди во время этой аварии. Я хочу сказать, что люди очень спокойно к этому отнеслись в плане, ну что ж, так произошло, надо выходить с этой ситуацией. Вот я встречался с этими людьми, они это восприняли как назначенную ситуацию, от которой, ну, наверное, можно было бы избежать, но, коль она случилась, ее нужно как можно быстрее ликвидировать. Слава Богу, что тогда морозы были там плюс 3, плюс 5, минус 1. Я думаю, что мы выдержали это испытание. И сегодня могу заверить жителей города Николаева, что вот те локальные какие-то неурядицы, они сегодня находят дальнейшее продолжение решения в очень короткое время. Есть сегодня отключение на каких-то высоковольтных сетях. В этом плане у нас прекрасное взаимоотношение с Анточенко. Юрий Михайлович, он стал, кроме всего, депутатом горсовета. Я думаю, что он горожанин и будет так же, как и помогал раньше, своими инвестициями, своими действиями со стороны уже областной структуры обл.энерго. Первый снегопад был перед Новым годом, сейчас уже снег сошел. Ну, вот, собственно, такое вот первое испытание. Как показались городские службы? Я хочу вам сказать, что машины были готовы у нас, смены, которые определены уже под зимний период. Они видели и советовали с ГАИ, когда нужно зайти в город. И практически после выхода на трассы машин, наших тех, которые убирают улицы, которые посыпают, особых нареканий со стороны ГАИ тоже не было. Мы все-таки работаем с парки Эллота дорог, дорожники и ГАИ. Я хочу сказать, что отработали достаточно уверенно, город был посыпан, и в течение там буквально полудня все держали под контролем, а дальше уже то, что касается по плану, было отрегулировано и отработано. Тема большая, она не касается зимы, но она постоянно на слуху, тема Николаевского футбола. Собственно, ну, так достаточно много звучит такой обнадеживающей информации, но в то же время, вот что там происходит, что на сегодняшний день? Я думаю, что те предложения, которые были со стороны облсовета, обладминистрации, мы выполнили. Сегодня продолжаются у нас консультации с Игорем Сергеевичем, учитывая то, что город не отказывается и не отказывался тогда от оказания помощи. Ну, имеется в виду совместные работы. Было в свое время больше спонсоров, было больше возможностей, мы не обращались к бюджету, а все-таки сегодня я считаю, что миллион гривен, которые мы выделили, это первая такая толика участия исполкома Горсовета, ну, депутатского корпуса, что выделялись деньги на сессии Горсовета. И, конечно же, мы не отказываемся от того, что я, как городской голова, буду просить те предприятия, организации, которые нам ранее оказывали помощь, чтобы они остались теми все-таки спонсорами. Пускай это будет небольшая толика, но сегодня, еще раз подчеркиваю, каждый месяц футбольный клуб, если его финансировать так, как нужно, стабильно, это 600 тысяч гривен, их нужно найти. И поверьте о том, что, спасибо Ярославовичу, что он взялся за это дело, с поддержкой Николая Петровича, я думаю, мы вытянем. В конечном итоге вытянуть сегодня баскетбол. Видите, вначале были провальные игры, концентрировались тогда, вероятнее всего, и профессионализм, и денежные потоки. Сегодня, слава Богу, мы видим 6 побед к ряду, тем более, что это уже испытания на выезде, и серьезными командами. Да, конечно же, хотелось бы, чтобы играли только николаевские баскетболисты, или николаевские футболисты, но это тоже бизнес, и бесспорно, без таких траншей, которые идут, наверное, не может быть развития, по крайней мере, стабильного. Стабильное развитие, это когда финансируется в полной мере, в полном объеме, по требованию любого футболиста, или любого скидболиста. Поэтому я верю в то, что футбольная команда не потеряет свои ресурсы, и не потеряет своего зрителя в городе Николаеве. Оштрафован городской стадион на 3 миллиона гривен, достаточно серьезная сумма для коммунального предприятия городского. Что с этим? Какая перспектива? Я думаю, это право инспекции ГАСКО, которая пришла к нам и проверила. Но один из нюансов, четко записан в законе, что мы не представляли еще на принятие этого объекта в эксплуатацию. У нас есть первая очередь, есть там те люди, которые отвечают за проведение работ, за инспекцию, внутреннюю инспекцию. Поэтому все юридические документы у нас есть. Если за стол переговоров, сядем за стол переговоров после первого числа, после дня нового года, в смысле, я думаю, мы там найдем решение. Это ни в коей мере. Я не хочу слышать даже такие, знаете, посылы о том, что это может перерасти в какие-то политические негаразды. Никакой политики, абсолютно. Да больше не с политикой. Стадион экономит на всем, на чем возможно. Тут 3 миллиона гривен. Ну да, конечно. Были бы у нас сегодня 3 миллиона гривен, мы бы закончили уже мачты. Нам нужно закончить и засветить мачты. А мачты стоят 3 миллиона. Вот последний там платеж, который должен быть 1 миллион 800 уже по этому году, по тому финансовому бюджету. Я думаю, у нас там вот те 5 миллионов, которые я просил утвердить, депутатов горсовета, оно все равно будет решено. Сегодня пока нет, знаете, стабильности в бюджете в государственном, бесспорно мы не можем ориентироваться. Поэтому, если вы обратили внимание, я на исполкоме там настаивал, на президиуме настаивал, потом на фракции на большой настаивал, а потом так оглянулся назад и думаю, стоп, а что тут настаивать, если у нас бюджет еще не в полной мере. Мы заработаем и сегодня ни в коей мере, я больше чем уверен. Никто не даст его законсервировать, потому что предложение его капитального ремонта и строительства будет дешевле, нежели его законсервировать. Я не хочу, чтобы его разобрали. Много или мало, там более 37 миллионов уже вложено на наши средства. Наступает 2013 год. Также слышим комментарии, что год будет непростым. Ну и есть ли это в основании. Вот ваше впечатление. На сколько такие комментарии оправданы? Каким хотелось бы вообще, чтобы Николаев был в 2013 году? Я хочу, вы знаете, чтобы вот в 2013 году все-таки закон о поддержке судостроения набрал полную силу в реализации поддержки судостроения в городе Николаеве. Я всегда говорил и говорю, что малый и средний бизнес – это путь, который действительно должен быть в любом государстве, цивилизованном, и в том числе в городе Николаеве. Мы этот путь прошли, но без государственных программ поддержки того же малого и среднего бизнеса, бесспорно, создание рабочих мест без государственной поддержки города Николаеве. Судостроение – это будет очень и очень сложно. Пускай критикуют меня сегодня за будки, за рынки, но когда люди приходят, выброшенные с территории военно-промышленного комплекса предприятий и организаций, в том числе Черноморского завода, 61-го завода, завода «Океан», я не могу стоять в стороне и не помогать людям. Поэтому программа малого и среднего бизнеса, она в городе поддержана департаментом. Я думаю, что в феврале мы примем решение в конечном итоге по положениям, по созданию рабочих мест. Все равно эта отрасль экономики будет востребована. Так она востребована и на Западе точно так же. А вот то, что касается сегодняшнего критики, я и воспринимаю, потому что по-другому у меня рычагов управления создания рабочих мест, к сожалению, нет. И даже тот факт, что за последнее время нам такой, знаете, делают как бы упрек. Вот вы показываете там 8 или 9 тысяч рабочих мест. Да, мы показываем, потому что на протяжении весенне-летнего, осеннего сезона создаются временные рабочие места. Их берет не статистика Горисполкома, а государственная статистика, а берет она эти все данные через налоговую инспекцию. И когда показываем мы о том, что в городе создано 9,5 тысяч рабочих мест, да, действительно, вот сегодня этих рабочих мест меньше, но они, начиная с апреля, начнут опять проявлять себя. И вы обратили внимание, еще никто не пришел к порогу Горисполкома, не потребовал от нас деньги за что-то, за какую-то заработную плату. Практически люди прекрасно понимают, что мы создали центр поддержки малого-среднего бизнеса, представление услуг. В правом крыле человек может прийти, проконсультироваться, оформить свой бизнес, оформить его на законных основаниях и работать в городе Николаеве. Как только судостроение станет главным городом Николаеве, как в городе Корабело, поверьте о том, что вот эти все будочки, будки, они будут просто... Может, не будут превращаться в великолепные магазины, почему? Может, не, конечно, такое тоже возможно. Нет вооружения объединения таких предприятий малого-среднего бизнеса, дают положительные результаты тоже. Традиция последних, наверное, лет десяти, что в новогоднюю ночь городской голова выходит на главную площадь города Николаева, поздравляет Николаевцев. Песня звучит обычно, любимая Николаевцами. В этом году традиция... Я хочу, в первую очередь, поблагодарить вашу телекомпанию за то, что она поддерживает эти традиции на протяжении, действительно, уже последних тут десяти лет. И о том, что в обязательном порядке мы придем на площадь, я приду с семьей, это будет, наверное, там в час, в час пятнадцать. Для того, чтобы людям сказать добрые слова, за то, что мы прожили очень сложный год. Но поверьте о том, что люди всегда приходят для того, чтобы услышать добрые слова, услышать прекрасный или увидеть прекрасный фейерверк. И дальше пойти продолжать встречу нового старого года или нового старого, или, как на Западе не понимают, это такой формулировки. Но факт находится фактом, что в обязательном порядке люди друг другу скажут добрые слова, поздравят с наступившим Новым годом. А я хочу поздравить наших горожан с этим уже наступившим 2013 годом. Пожелать счастья, добра, пожелать, чтобы невзгоды города Николаева обходили. Потому что мы, николаевцы, и под покровом святого Николая, мы с вами очень много сделали для того, чтобы в городе Николаеве была эта стабильность. И социальная, и политическая, и экономическая. Без работы, без усилий коллективов всех предприятий, организаций, усилий малого и среднего бизнеса, Конечно же, результаты могут быть значительно хуже. Но я верю в николаевцев. Мы, смотрите, с вами, там, 12 лет назад у нас бюджет города составлял аж 140 миллионов гривен. Когда приходили люди, требовали зарплату, стучали касками. В конечном итоге приходили доктора, учителя. Мы с вами имеем в этом году, на следующий год, миллиард 565 миллионов гривен. Да, этих денег недостаточно. Понятно, инфляция. Понятно, что растут цены на энергоресурсы, на продукты питания. Но сам факт о том, что мы все-таки видим, что город Николаев все-таки развивается. Город Николаев не занимает последних мест в иерархии городов областного подчинения. Я надеюсь, что 2013 год будет не хуже. Он должен быть лучше. Поэтому я поздравляю всех с наступающим. И надеюсь на то, что мы увидимся 1 января 2013 года на площади Ленина. В телекомпании СТВ присоединяются к этим поздравлениям и пожеланиям. Владимир Дмитровичайка, Миколаевский, город Бусин, нашим гостем. Так, витовида, он еще пытается. Дякую. Успехи вам и заступающим новым годом. Да, заступающим. Дякую вам. Дякую.